МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли Чулпан Хаматова. Действительно, в главной роли в премьерном спектакле двое на качелях в московском современнике постановка Галины Волчук. У вас редкое чутье на качество пьес, некоторые вы отвергаете сразу. Здесь качество текста авторского Уильяма Гибсона сразу понравилось? Вопросов не было? Нет, не было. Были вопросы к переводу. Я об этом. Да, понятное дело, что, конечно же, она за 50 лет устарела. И так как переводилась она все-таки в глухом Советском Союзе тогда еще, то сейчас, естественно, нужен был новый перевод. Но мы перевели ее сами. Мы не стали переводить всю пьесу, а те куски, которые требовали этого, мы просто сделали такой подстрочник. Ну, 300 раз уже все, конечно, об этом сказали, что это вторая постановка Галины Борисовны, именно двое на качелях этой пьесы. И понятно, что реальности советского времени не могли позволить зрителям услышать в те времена, в 62-й год, фразу, что, например, первое, что приходит в голову, он со мной переспал, а я с ним точно нет. Вот это, конечно, в ходе репетиции все рождалось. Да, 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 безусловно, конечно. Но еще героиня, она в английском тексте, она намного грубее, конечно, разговаривает. Мы просто не стали этого делать. Не потому что есть такой закон, а не было надобности. А так все. Мне очень нравится рассказ Волчек, как она репетировала с Лавровой в маленькой ванной комнате, сидя на краешке ванны. И напротив артистка. Можно просто представить себе, как они... Рядом спал маленький крошечный Денис, как они вот в полушепоте придумывали все и рождали этот спектакль. И, конечно же, из-за того, что у нас всего двое, и Галина Борисовна, вот это вот ощущение какого-то поиска студенческого очень хотелось возобновить и сохранить, и возродить. Поэтому там много вещей, которые, естественно, были как-то передуманы. Галина Борисовна, конечно, грандиозно сказала, что она просто объявляет, что спектакля не будет штучек, фишечек, примочек, что не будет тех самых ширм, за которые можно спрятать актерскую пустоту. Ну, часто ведь такое бывает, да, на театре. И что этот спектакль – это поклон русскому психологическому драматическому театру? Тут мы с Галиной Борисовной расходимся, конечно. Потому что для меня русский психологический драматический театр, он, ну, намного шире. И если хорошие артисты и хорошая постановка, и со штучками, и с чем угодно, и все это вместе работает на смысл, я наоборот, например, очень люблю такие спектакли. Но здесь это же сложность, когда действительно почти три часа идет спектакль, и никуда не спрятаться вообще. Но в лучшем случае можно повернуться спиной. Но это еще ответственнее, правильно? Финал спектакля «Двое на качелях», где вы спиной к зрительному залу, а зал, ну, это уже премьера была, и, в общем, народ плачет. Гармаш предложил. Да? То есть до этого мы играли, я в ансцене, в анфас, вся в слезах, и вдруг Сережа говорит, ну, конечно, может быть, и рискнете. И мне, и Галина Борисовна ей очень понравилась, мне прям сразу он как-то, как же здорово. Да. Это идея Сережи Гармаша. А насколько помогали костюмы, насколько помогали вот эти вот решения сценографические, Каплевича? Вообще-то, насколько была дружная команда, и вам было комфортно в эту историю все больше и больше внедряться? Костюмы появились не сразу. Декорации, они в фотографиях, они выглядели немножко по-другому, и я, честно говоря, их побаивалась. Потом уже, когда они выросли на сцене, как-то обжились, и стало более комфортно, а потом был поставлен свет Дамиром. А костюмы есть такой дизайнер, Лена Теплицкая. И она позвала меня на показ. Вернее, даже не меня, а дети мои должны были там ходить, показывать ее платье. И я случайно там оказалась. И вдруг во время этого показа я поняла, что вообще-то это костюмы моей героини. Потому что мне очень хотелось сыграть человека вопреки здравому, в кавычках, так называемому, смыслу, который навязан обществом, социумом. И я робко показала эти костюмы в театре. И Паша Каплеевич, надо отдать ему должное, как-то сразу тоже почувствовал синхрон с моими ощущениями, и согласился. И так вот Лена попала, как художница, в наш спектакль. А сколько работа длилась? Вот с момента, когда вы впервые услышали, и до премьеры? По-моему, октябрь на я три месяца. Три месяца? Да, три с половиной. Ну, по нынешним временам это достаточно долго. Очень, да. Это достаточно долго. Помните, мы с вами говорили какое-то время тому назад о Фрэкен-Жюли Стринберге? И у него, у автора Фрэкен-Жюли, есть такая фраза, что любой союз мужчины и женщины – это война. Вот этот спектакль продолжает эту мысль? Понятно, что другой автор. Но военные действия продолжаются? Пока, к сожалению, да. Я очень надеюсь, что этого не будет. Пока, ну, как я вижу эту прекрасную пьесу, она так не считывается зрителями и очень тонкими зрителями. Есть объяснимые причины этому. И именно моя героиня, она не совсем женщина в том смысле, в котором принято думать. Этот человек, мне хотелось ее сыграть, такая дань всем инопланетным существам, которые, правда, иногда бывают на нашей земле. У меня такой есть пример. Галя Чаликова, директор фонда «Подари жизнь». Создатель, к сожалению, ушедшая из жизни. Галина Владимировна Чаликова, да. Вера Миллиончикова, которая придумала хоспис. Ну, и много людей, с которыми я встречаюсь вот в этой области, глядя на которых, любой нормальный человек скажет, что это абсолютно юродивые, не вписывающиеся в систему ценностей и представлений современного человека, а идущие вопреки против нее. Но не потому, что они в состоянии войны, а именно потому, что они по-другому не могли и не могут. И мне очень хотелось это как-то вскрыть, что это женщина, которая не умеет ревновать. Она ей больна, но она никогда вот этого чувства обижаться, завидовать. Обижать другого. Обижать другого это вообще не обсуждается. И эта сцена, где она практически при смерти не хочет ему говорить только, чтобы он не усложнить ему в эту секунду ситуацию, в которой он и так не может разобраться, она, конечно, очень в этом смысле показательная. Вообще это человек, который привык отдавать, совершенно не умеет брать, не знает, как это требовать. И весь... Ну, так вот его кинули на землю, и он весь заточен именно на то, чтобы излучать. Именно поэтому, естественно, то, что она раздает себя направо и налево, она в понимании всех других людей неудачница, бедняжка. Но на самом деле это не так. Да, у вас героиня, конечно, там такая палитра. Она мудрая клоунесса. Безусловно, у нее что-то есть от этого. Да, такая природа, игровая. Это Галина Борисовна. Я так ей за это благодарна. Хоть она и говорит о русском психологическом театре. И сразу хочется мне лично зевнуть при этом. Но, к счастью, вот эта вот клоунада, на которой она настаивала, она входит в это понятие. И я очень этому счастлива, потому что это дает мне много возможностей и сразу же увеличивает объем. Чулпан, но ведь Маша Прозорова тоже в каких-то моментах трагическая клоунесса, правильно? Три сестры Чехова. Да, я нет, я так не считаю. Но трам-там-там, это, конечно, игровая же природа. Да, но как мы это оправдали, это история из детства. Что там было в детстве вот это вот ядро, вот этот купол в виде отца, и всякая жизнь, и музыка. И вот можно себе уже дальше представить, что там было. По три-четыре языка, и полный дом интеллигентнейших людей, и песни, и стихи, и, наверное, какие-то театральные представления. И вдруг это с уходом отца все это заканчивается. Интересное истечение обстоятельств. Другой спектакль, как мы с вами говорили, Фрэкен Жюли, отправляется в Линконцентр фестиваль, и это спектакль Томаса Остермайера. Вы до этого в Нью-Йорке часто бывали? Да, я очень люблю этот город, очень. Это прям мы в совершенно едином синхроне, бьется мое сердце. Я никогда, нет, обманываю, я играла бедную Лизу, но это была все-таки такая русская публика, хоть он и без слов. А в большинстве своем это были наши соотечественники или носители языка, или носители культуры. И, конечно, этот фестиваль, такой настоящий, американский, это очень интересное испытание. Я этому факту очень рада. Я надеюсь, что летом мы туда доедем. Ну, я напомню зрителям, что это спектакль Театра наций. Фонд «Подари жизнь» мы сегодня говорили о Галине Чаликовой, такая душа фонда. Огромное количество задач, помимо ваших актерских, это и закупка оборудования, это адресная помощь, это лекарства, препараты, волонтерские, доновские проекты, проекты реабилитации. То есть огромный список сделанных, то, что нужно делать, это ежедневная работа. А вот что лично вам из жизни фонда запомнилось вот за последний, скажем, январь? Лондон? Нет, как ни странно, хотя Лондон, конечно же, тоже. Мы были очень рады и собраны с уме. Мне запомнилось празднование Нового года с волонтерами. Это какая-то такая моя личная была терапия, потому что как раз праздник был в самый разгар репетиций, круглосуточных и достаточно таких, ну, по-настоящему... Изматывающих. Изматывающих. И вдруг просто подарить себе возможность оказаться в какой-то сублимированной энергии неравнодушных людей, даже если они в эту секунду никому не помогали, а просто пели, танцевали, выпивали, ели и общались. А это произвело на меня неизгладимые впечатления. Мы всегда, каждый год делали такие мероприятия. Но в этом году я просто прям увидела и сама себе позавидовала, какой я счастливый человек, что, ну, нас так много, и все эти люди... И вот если можно себе представить было, любовь прям, любовь всеобщую, то она в этот момент в городе Москве находилась, что примечательно, в театре «Современник» мы праздновали, но в другой сцене «Современника». Я почему-то спросил про Лондон, потому что там был и аукцион, и собрали очень серьезные деньги, которые, конечно же, помогут сотням ребятишек. Но одним из лотов аукциона было два билета на премьерный спектакль «Двое на качелях». Пришли люди, оценили? Нет, еще пока не пришли, но он был более расширенный. Они могут прийти на премьеру, либо могут прийти в любой момент, когда они будут в Москве и когда будет спектакль. Да, спасибо Игорю Вернику, потому что мы соединили, у нас идут не два человека, а четыре, тем самым мы автоматически увеличили сумму, и продали мы это очень хорошо за 70 тысяч фунтов, когда я приехала из Лондона и рассказала Галине Борисовне и Кириллу. Они были, конечно, счастливы. Это замечательно. Вообще там лоты, конечно, лоты серьезные. То, что Александр Сокуров часы свои дал, которые ему были вручены как победитель Минстанского кинофильма, это, конечно, очень трогательно, и это здорово. Возвращаясь к спектаклю, скажите, пожалуйста, а кульминация, то есть пиковый момент спектакля, ну, если по-простому, когда зритель рыдает, и финал спектакля совпадают? Там есть финал, когда они принимают решение расстаться, но для меня финал, кульминация все-таки это, когда они разговаривают по телефону последний раз, и мне бы очень хотелось, несмотря на все слезы и тяжести расставания, чтобы у зрителей было не ощущение жалости к моей героине или к герою, а ощущение какого-то света, а вот история про такую любовь, которая не может закончиться. Спасибо вам большое. Спасибо большое, всего доброго. Сегодня в главной роли Чулпан Хаматова мы говорили о премьере «Двое на качелях» в московском «Современнике», ну и, конечно, не только об этом. Низкий поклон, обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok